Девушки отдыхают Скажи мне, почему ты здесь? Я ничего не знал о тебе, ты уехала, даже записки мне не оставила Ты не знал, что я живу в этом доме? Тогда я не понимаю, зачем ты здесь? Я адвокат компании Висконти Я должен найти невесту Только что приехал, уже нужна девушка? Нет, не просто девушка Я ищу мою невесту Обманщица Андреа Дель Бока В фильме Селеста В фильме снимались Дора Барретт Густаво Бермудес Герман Паласиус Автор сценария Хорхе Вайланд Энрике Торрес Раул Лекуна Артуро Мали в роли Бруно А также Эрика Вальнер Андреа Боннелли Рудольфо Мачадо Роберто Антиер Патрисия Костель Густаво Рей Музыка Торреса и Гарсии Продюсер Раул Лекуна Режиссер Николас Дель Бока Служанка Да, теперь это моя работа Синьора Аида Привела меня в этот дом Аида Эта женщина была подругой Твоей матери Она любила тебя И она устроила тебя в прислуге Да разве это подруга? Не говори так Она чудесно ко мне относится Да, я вижу какую форму Она заставила тебя надеть Никто меня не заставлял Я надела эту форму Потому что согласилась на эту работу Мне же негде было жить И повторяю Синьора Аида Хорошо ко мне относится Почему ты не написала мне? Ты прав Я неблагодарная Но я хотела навестить тебя на днях А теперь, поскольку ты живешь здесь В столице Мы будем видеться часто Разумеется, теперь я не дам тебе исчезнуть Конечно Ромеро Вижу, ты познакомился с Селестой Мы давно знакомы Мы большие друзья Это не о Селесте Ты говорил, как о своей невесте Нет? Не совсем так Но Не смущайся Это не мое дело Проходи, пожалуйста Тереза Это сеньора Миро Менендес Новый служащий Юридического отдела Нашей компании Очень приятно Сеньора Феррера Висконти Сеньор Тереза Висконти Идем, Ромеро Посмотрим контракты После твоей доработки Извините Сюда Я тебя еще не отпустила Слушаю, сеньора Я уже поняла Что ты не такая чистая И искренняя Какой хочешь казаться О чем вы? О чем вы, сеньора? О твоем облике невинной девочки Маска сорвана Я не понимаю Что вы говорите, сеньора Не волнуйся Меня не интересует Что ты делаешь В свои выходные дни Сеньора, я Можешь идти? Я сказала Ты можешь идти Да, сеньора Помнишь, я рассказывала тебе Рамиру Я только что его здесь видела В доме Он работает адвокатом В компании сеньора Леандро И я очень рада за него Но сеньора Тереза Все время подозревает Что-то плохое А сеньор Леандро Спросил Не я ли невеста Рамиру Ты понимаешь? Конечно, понимаю А что я должна понимать? Сеньор Леандро Спросил А сеньора Тереза Подумала, что и невеста Что подумала сеньора Тереза Ты сеньор Леандро Нет, сеньор Леандро Тебе в отцы годится Франко Я посмотрел доработанный вариант И считаю, что мы Можем подписывать Папа, я много думал об этом Мы не сомневаемся, Франко Все знают, как дорог тебе Проект промышленного комплекса Именно в этом и была моя ошибка Я пристрастно отнесся к проекту А в бизнесе нужен холодный расчет Что ты хочешь сказать? Что этот промышленный комплекс Не выгоден для нашей компании Мы должны отказаться от проекта Ты шутишь, Франко? Неужели ты серьезный? Этот промышленный комплекс Не рентабелен, папа Франко, мы очень хорошо все просчитали Мы станем лидерами В производстве домашнего электрооборудования А ты даже анализировал Возможности экспорта Я мог и ошибаться Не думаю Для этого поселка Это окно в будущее Они получат много рабочих мест Нет, нет Мы не благотворительное общество Рабочими местами Пусть занимается правительство Я не понимаю тебя, Франко Еще сегодня ты говорил о проекте С таким энтузиазмом Я передумал Когда? Пока ехал домой в машине? Извини, но Твоя позиция удивляет Это касается только нас с тобой, папа Мы можем обсудить это наедине За меня не беспокойтесь, сеньор Леандро Я найду выход Сеньора, я хотел бы попрощаться с Селестой Если вы не возражаете Нет, нет Не возражаю Надеюсь, она поторопится Она немного медлительная Да, сеньора Этот юноша хочет попрощаться с тобой Пожалуйста Приведи себя в порядок Убери волосы со лба Да, сеньора Можешь проводить его Нет Есть другой выход Нет, нет, Франко Это похоже на мальчишество Нельзя ссылаться на предчувствия Когда речь идет о миллионах долларов Ты всегда говорил, что мне доверяешь Твоей интуиции Потому что знаешь, что она у тебя есть И здравый смысл тоже есть По крайней мере, был до сих пор Но моя интуиция и подсказывает мне Что мы не должны заниматься сейчас этим проектом У нас не так плохо идут дела И ко всему мы намерены строить отель вместе с немцами Где аргументы? Жесткие аргументы Где логика? Ты ведь помнишь, что в начале я не был в восторге от строительства этого комплекса Он требует больших вложений Но ты убедил меня Меня убедили твоя интуиция Твой здравый смысл Твоя аргументация А что сейчас, Франко? Какого черта ты изменил свое мнение? Кажется, мать и сын сделаны из одного теста Так высокомерны? А не, не думай Но почему ты говоришь, что они сделаны из одного теста? Ты не представляешь, какой вред Может принести этот человек нашему поселку Нашему поселку? О ком ты говоришь? Что случилось? Я говорю о Франко Ферреро В нашем поселке Хотели построить промышленный комплекс Огромный завод на три тысячи рабочих мест И что? И что? Не знаю, какая мука укусила этого сноба Он закапризничал и отказался от проекта Даже не подумав о людях Папа, для меня важно, чтобы наша компания не понесла убытки Мы вложим миллионы, а получим гроши Но почему ты так уверен? Откуда ты знаешь, что ждет нас в будущем? Ты же не ясновидящий Несколько часов назад Этот проект был для тебя Самым прекрасным и рентабельным в мире А сейчас ты утверждаешь, что он разорит нас Что произошло? Хорошо, папа, я сдаюсь Последнее слово за тобой Если ты не хочешь слушать меня Не говори так, Франко У меня много недостатков Но к чужому мнению я прислушиваюсь И тебя я слушал всегда Поэтому меня удивляет твоя позиция Как ты обошелся с Ромиром? Ты оскорбил его? Оскорбил его? Только потому, что я напомнил ему, что он всего лишь служащий? Ты огорчаешь меня, сынок Сейчас ты говоришь Как твоя мать Иногда я думаю Что мама во многом права Я не понимаю Как можно без всяких оснований Так резко изменить свое мнение? Действительно непонятно Знаешь Вначале Франко мне очень понравился Он казался таким серьезным Думчивым И вдруг Еще и указал мне на мое место Я ведь наемный служащий А вот этого я уж никак от него не ожидала Ты уверена, что это был он, а не его брат Ради бога, Селеста Не мог же их перепутать Да, ты прав Хэнсо не работает с ними Он нигде не работает Но Франко неплохой человек Ты не знаешь его, Селеста Это скверный тип Его поступки тому до позадиства Нет, нет Клянусь тебе, он не такой Не обманывай себя, Селеста Он и был таким Ты просто его не раскусила Меня он тоже провел своим благородным видом Нет Франко не похож на своих родных Ни на мать, ни на брата Почему ты его так защищаешь? Разве ты его хорошо знаешь? Нет На самом деле я думала, что не знаю его Я не узнаю тебя, Франко Ты изменился? Нет, папа Я не изменился И не хочу спорить о ерунде Ты называешь ерундой Проект, над которым работал год Папа Я повторяю тебе в который раз Если хочешь превратить компанию В благотворительную организацию На меня не рассчитывай Лучше я всерьез займусь Благотворительностью у мамы Фонди Висконти Ты с ума сошел? Франко, принеси мне сок Извини, у меня болит голова Сходи сюда Что это с ним? Я только попросила принести мне сок Ты же слышала У него болит голова Это больше, чем головная боль Я бы сказала, что ему ума не хватает Лаура говорит о Франко, а не о Бенцу Слышу голос вечной защитницы Так что предупреждаю тебя, Лаура Осторожнее высказывайся о Франко Он любимчик тети Аиды Что происходит, Франко? Что с тобой, Франко? Что с тобой случилось? Ничего Я думала, что мы были откровенны друг с другом Но вижу, что ты что-то скрываешь от меня Ты на меня сердит? Я что-то не так сделала? Не в тебе дело Речь о бизнесе Промышленный комплекс Завод Да, я знаю Что ты знаешь? Что ты не хочешь его строить Ты отказался, но почему? Это тебе Рамира сказал? Да Он сказал мне, что это очень важно Для поселка, для жителей этого района С каких это пор ты стала разбираться в бизнесе? Откуда ты знаешь, что лучше для нашей компании? Этого я не знаю Я знаю только, что это значит для нас Для нас? Что ты говоришь? Для нас Мне кажется, ты не поняла еще своего места здесь Я не хотела вмешиваться в твои дела Я просто хотела узнать Тебе не стоит вмешиваться куда бы то ни было Кроме уборки Я ошиблась в тебе Ты такой же, как все в этом доме Единственное, что ты умеешь, это играть людьми Дело не во мне Сейчас ты играешь теми людьми Теми семьями Которым ты обещал хлеб и работу Оставь меня Иди на кухню А мужчинам позволь заниматься своим делом Как раз не по-мужски ты и поступаешь А ты мне казался настоящим мужчиной О мужчинах ты знаешь немало, да? Почему тебе так хочется оскорбить меня? Я думала, что ты меня любишь Все ошибаются Я тоже ошибся Но я исправлю свою ошибку И не повторю ее больше Ты очень жестокий, Франко Ты снова обманул меня А ты думала, что с мужчинами этого дома можно шутить? Мы что, шуты гороховые? Субтитры создавал DimaTorzok Представление начинается Я готов Вообще-то Мне не до смеха Развлекайся один Чем же мы займемся? Поговорим, Бруно Нам нужно поговорить Поговорить? И что мы скажем? Ложь? Нет Правду Я хочу, чтобы ты сказал мне правду Правду и ничего, кроме правды Клянусь Не смейся надо мной Тебе не кажется, что это могло бы стать исходной точкой, чтобы начать с нуля? С нуля Прошу тебя, Бруно Позволь мне Позволь мне помочь тебе Бедная Сильвана Бедная Сильвана Ты страдаешь И я ничего не могу для тебя сделать Я чувствую пустоту Во мне ничего нет И я не уверен, что ты можешь мне помочь Я не знаю, можешь ли ты что-то сделать Не знаю Не знаю Не знаю, Сильвана Я люблю тебя Я люблю тебя, Бруно Этого для тебя недостаточно? Что еще можно желать, если ты любим? Разве не этого хотят все люди? А если я не люблю тебя? Если ты меня больше не любишь Я уйду прямо сейчас И оставлю тебя одного Ты этого хочешь? Нет, нет Не оставляй Прошу тебя Не оставляй меня Конечно нет, дорогой Конечно нет Любовь моя Любовь моя Любимая, скажи, что я единственный в твоей жизни Скажи мне Скажи Да Единственный Как и должно быть Лаура, ты ничего не ешь Тебе не нравится? Ну, что-то очень вкусно Но лишние граммы Нельзя распускаться Что-то незаметно И где же? На лице? Нет, на бедрах Как интересно Может, покажешь? Энце, такие шутки неуместны Тебе не кажется? Леандро, у тебя нет чувства юмора? Такая невинная шутка, что даже Аида улыбнулась Правда, Аида? Пожалуйста, осторожнее с подносом Спасибо, Селеста А я еще не наелся Можешь съесть мою порцию Ладно Художнику не пристало так много есть Голод вдохновляет А с полным желудком можно рисовать только свиней Спасибо, Селеста, спасибо Осторожнее с подносом, пожалуйста Ты заставляешь меня нервничать Поставь сюда Тебе помочь? Энцо, не мешай ей Селеста, не волнуйся Аида, не вмешивайся Защищать прислугу нельзя Ты только вредишь им Они распускаются А потом преподнесут тебе подарок Свою беременность И ты должна будешь Позаботиться или о ребенке Или об аборте Напрасно ты так говоришь, Тереза Ты ошибаешься Большинство из этих девушек наивные создания Они не понимают, что делают Но в одном я уверена Они не думают Об аборте Нет? Ну, конечно, не думают Поэтому в мире полно детей У которых нет отцов Матерей, кстати, тоже нет Потому что матери их бросают Мама не будь такой категоричной Не все одинаковы И потом мне кажется Что аборт Это ужасно Я бы сказал Аморально Да, папа И я не думаю, что женщина, понимающая Что в ней зарождается новая жизнь Способна убить ее Надеюсь, ты когда-нибудь сможешь нам это доказать Не сомневайтесь У нас с Ритой будет ребенок Да? Откуда? Как у Девы Марии? От Святого Духа? Извините, такая беседа вызывает у меня несварение У тебя очень деликатный желудок, дорогая Тебе нельзя есть с нами Может, ты подумаешь об этом? Ты добьешься своего, Тереза Будешь есть в полном одиночестве Ты этого хочешь? Ужин был очень приятным, мама Ты умеешь развлечь присутствующих Главная героиня ты А мы Статисты Для твоей мамы, Франко, мир делится надвое Она и все прочие К сожалению Многие того же мнения Селеста, дорогая И когда ты научишься Не придавать значение словам Терезе Ну, не порти себе настроение Сегодня ты была такая довольная В этом доме счастье длится недолго, Аида Как дуновение ветра Была счастлива И мне подумалось Что счастье для меня возможно Но все исчезло Как будто и не было Это из-за Терезы? Или есть что-то еще? Аида Я не знаю, что больнее Оскорбление сеньора Терезы Или моя беспомощность Не знаю, насколько мне хватит Я как тонкая ниточка Которая вот-вот порвется И если порвется Что со мной будет? Что будет, Аида? Я буду рядом, дорогая И Леандра тоже Мы любим тебя Да, вы меня любите Любите, как потерявшегося щенка Которого подобрали на улице И обогрели Правда? Что значит, как зверюшку? Ты чудесный человек Однажды это все узнают И полюбят тебя, как я Единственный, кто меня действительно любит Он знает, кто я И какая я Он спасет меня Он так обрадовался Обрадовался нашей встрече Он действительно скучал без меня Когда ты его видела? Сегодня Он приходил сюда Бедный Рамиру Они его тоже заставят страдать Чего ты ждешь? Смейся Смейся Ты и музыка составляет И чудесный дуэт Бруно Бруно, Бруно Почему ты не скажешь, о чем ты думаешь? Хватит лицемерия Скажи, что я ужасный любовник Давай, скажи Скажи мне это в лицо Это неправда, Бруно Чья же это вина? Моя Это моя вина Я не должна была заставлять тебя делать Что ты не хотел Я хотел, но не мог Я ни на что не гожусь Ни на что Главное Какой ты в действительности Кроме того, это нормально Такое происходит С большинством мужчин Не делай из этого проблем Наша жизнь полна проблем Мы пишем худшие из романов Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девушки отдавал DimaTorzok Девушки отдавал DimaTorzok Прости меня, я тогда пойду Девушки отдавал DimaTorzok Девушки отдавал DimaTorzok Ты тоже меня прости Но больше так не делай Друзья? Друзья Обманщица. Девушки отдыхают. Как так? Ладно, забудьте. Спокойной ночи. Лаура. Леандро. Что с тобой? Вы меня напугали. Ты простыдишься. Я люблю ходить босиком. А я захотела пить. Я тоже не могу заснуть. Вот взял книгу. Скажи мне, Лаура. Да. Тебе здесь хорошо? Да. Очень хорошо. Рядом с Франком мне везде хорошо. И не притворяйтесь. Вы ведь видели, как мы целовались. Ты любишь его? Я хочу стать его женой. Твои родители об этом знают? Да, они знают. А вот Тереза еще не знает. Мои родители передадут Франку морское проходство. Когда мы поженимся, конечно. Морское проходство. Это прекрасный подарок с вами. Да. Ты сказала об этом Франке? Нет. Я не хочу покупать себе мужа. Хочу, чтобы он меня любил, а не преданное. Как вы считаете? Разумеется. Ты красива. Тебе нетрудно покорить любого. Дай Бог, чтобы Франко был счастлив с тобой. Он будет счастлив. Будет. Слишком много судов, чтобы отпустить их в свободное плавание. Дай Бог, чтобы все получилось так, как ты говоришь. Но иногда это от нас не зависит. Я не хочу больше говорить о комплексе, папа. И давай закончим на этом. Это была плохая идея, мы вовремя от нее отказались. Вопрос закрыт. Согласен? Хорошо. И хотя мне по-прежнему непонятно, раз ты настаиваешь, вопрос закрыт. Перейдем к другому. Скупи все акции Бруно. Его надо убрать из нашей компании. Что ты сказал, папа? То, что слышал. Ты не понял? Я действительно не понимаю. Нам нужна полная власть над нашими фирмами. Но ведь он твой друг. Он не останется на улице. Но в чем причина? Ты с ним в ссоре? Нет. 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 Может, дело в маме? Ты оспариваешь мое распоряжение? Нет. Я только хочу знать причину. Я уже сказал. Но это же не причина. Ты сам знаешь. У Бруно небольшой процент акций. Кроме Бруно... ...есть и Сильвана. Ясно. Мама руку приложила. А если они откажутся продать? А почему они откажутся? Не знаю, но это непорядочно. Что ты себе позволяешь? Это несправедливо, папа. Так вы с мамой платите им за годы дружбы? Это же нож в спину. Папа. Что с тобой? Что происходит с тобой и с мамой? Вы так и будете стоять, как статуя, ничего не говоря? Сеньора. Я хочу поговорить с вами. Подойдите ближе, дорогая. Я слушаю. Вы знаете, я все могу понять. Что вам нужно? Мне ничего не нужно. Я хочу поговорить. Про индустриальный парк. Индустриальный парк? Ты знаешь об этом? Его должны были построить в моем поселке. Рамиру, тот, что приходил вчера, он адвокату, сеньора Леандро. Они хотели построить его в моем поселке. Что такое? Говори, наконец, в чем дело? Говори. У вас доброе сердце, сеньора. Я знаю, что вы помогаете бедным. И вы не допустите несправедливости. Разумеется, не допущу. Скажи, а в чем несправедливость? Они передумали. И многие люди не получат работу, понимаете? Какая жестокость. И почему они передумали? Тебе не сказал этот адвокат? Нет, сеньора, он не сказал. Иди сюда, дорогая. Не беспокойся. Все образуется, вот увидишь. Мы найдем решение. Я поговорю. Ты ведь знаешь, компания принадлежит мне. Ты, успокойся. Все будет хорошо. Положись на меня. Да? Видишь, я не такая плохая, как говорят. Я хотел бы знать ваше окончательное решение относительно промышленного комплекса. Необходимо поставить в известность владельцев земли. Кажется, вчера я ясно сказал. Проект заморожен. Я надеялся, что ты передумаешь. Но я ошибся. Ты легко стираешь локтем то, что пишешь рукой. Это мой локоть. Моя рука. И это моя компания. И я не потерплю возражений от служащего. Понятно? Мне понятно. Что ты неразумно пользуешься своей властью. Как богатый ребенок, а не как взрослый человек. Ты уволен. Ты ошибаешься. Я работаю не у тебя, а у твоего отца. И он меня не увольнял. Синьор Леандро. Я благодарю вас за предоставленную мне возможность. Но по причинам личного характера я увольняюсь. Ты ждешь аплодисментов? Леандро, я с тобой разговариваю. Лаишь. Что ты говоришь? Ты не говоришь, ты лаишь. Спасибо. Что там с индустриальным парком? Индустриальным парком? Кто тебе сказал, Франко? Франко, как же. Я узнаю о делах в моей компании от прислуги. Так что с этим комплексом? Ты меня совершенно запутал. Я? А кто же еще? Не прикидывайся. Что ты хочешь сделать с моими деньгами? Кому вы намереваетесь дать работу? Что это за комплекс? Был такой проект, но он не состоялся. Почему? Франко считает, что он для нас не выгоден. Не выгоден для компании. Да и что Франко понимает? Это был его проект. И он против? Почему? Не знаю. Хватит. Хватит. Хватит меня допрашивать. Ты как гестапо. Это несправедливо. Я имею право знать, что происходит с моим бизнесом. Это моя компания. Ты уже давно не интересуешься, что происходит в компании. Какой-то вдруг такой интерес? Все из-за этой девочки. Мне стало ее очень жалко, Леандру. Кого? Селесту, служанку. Я вдруг... ...вспомнила себя... ...давно... ...когда папа разорился. ...и нам было нечего есть. Я сказала себе... ...что больше никогда не буду испытывать с нужды. Я поклялась... ...что я любым способом постараюсь избежать бедности. Поэтому я всю жизнь боролась. Так о чем мы говорили? Ах да, об этом комплексе. Хорошо. Раз Франко думает так... ...так и будет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Привет! Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры сделал DimaTorzok